Здравствуйте! Я, конечно, как всегда, начну с того, потому что оторвал и выбросил, и чистота. Мазочек, небо прямо испечрено мелкими штрихами. Репрессионизм любит штрих. Можно сразу штриховать, укладывать трассы. И вы видите, именно репрессионизм воспользуется вот этой хитростью. Все набрать синим. Весь рисунок взыскательным смотрителем, то мы обнаружим это. То есть, вы видите, некоторое направление задание. Углы свободны. То есть, углам внимания никакого. Углы подчиняют все центру. Кроме каких-то уже дерзких композиционных решений, когда мы сознательно обращаем внимание на угол, что иногда бывает лицо человека вот здесь, а здесь почти ничего. Скажем, профиль человека. Но ради того, чтобы профиль смотрел на это большое ничего. Ну, когда есть идет о центральной композиции, конечно, углы в тишине. Дальше у нас, допустим, вот эти деревца и темности. Чуть-чуть краснотик крыши, конечно. И крыши чуть-чуть. Причем, мазочки разбегаются немножко, потому что вода их разбивает. Ну, вот что-то такое там. Опять же, мы сюда потом вгоняем розовый, да? То есть, совершенно бесстрашно. Розовинку начинаем вгонять. А вы работаете исключительно на разбавителе или масло тоже добавляете? Масло, значит, маленькая тайна. Когда мы вначале, вот то, что вы смотрите в видеоуроках, когда мы набираем на разбавителе, что вот эта текучесть, вот эта прямо акварельность произошла, то, действительно, это чистый разбавитель в моем случае. В вашем случае, поскольку у вас темп будет несколько ниже, скорее всего, раза в три, и у вас разбавитель успеет выдохнуться, то есть впитаться и улетучиться, и вы просто не успеете сделать то, что я успел там, подлейте к разбавителю одну, скажем, седьмую масло, ну, перемешать к этому чистому разбавителю. Не к тройнику, который продается, а к чистому разбавителю одну седьмую масло, масло свяжет разбавитель, не даст ему так быстро улетучиваться и так быстро вот разбавляться в краске, чтобы перестала быть влага, влажность, слякотность. Масло не надо? Да. Просто немножечко масла. Одну седьмую. Тогда у вас темп при низком темпе все равно сохранится вот эта слякотность. Мне почему нужен чистый разбавитель? Мне нужно, чтобы поскорее разбавитель улетучился, краска стала, и я по ней уже сухонько начинаю работать, допустим. У меня такой набор картины синькой вот так сделает ультрамалитчиками и угомонится. Потому что у вас как раз... И не берите малые холсты. Часто берут вот такие холстики, да я попробую. Размер мазка... Вот чем мельче мазок, тем больше точность должна быть ваша точность. А союза руки и мозга еще нет. Поэтому хорошо бы брать под размер жеста, жеста руки, а не жеста кисти по руке. То есть кисть руки у вас еще слабовато будет довольно долго. Поэтому все мелкое для вас. Потому что продуктивность колоссальная. Эти песни о том, что картина писалась 10 лет... А идеи вынашивали. Вот вынашивание идеи, да. Бывает так, художник начал картину, но это не укресенье. Укресенье пишет так. Ну вот там три богатыря двадцать лет писались. Явление Христа народу. Я уже постареет. Всю жизнь писалась. Почему она писалась только? Ну, явление Христа народу понятно почему. Человек написал кучу эскизов, этюдов, которые сами по себе уже готовы и произвели. Ну и вообще в то время не было куда торопиться. Художников было мало, а денег было на художников больше. Да и красок вот таких не было. Пошел и купил. Да, да, все пригодилось. Надо было денег, понимаешь? Да, вот так вот тратить краски почем зря, это было невозможно. Не натрешься, там же все терлось. Вот, поэтому сейчас, когда столько возможностей, когда продуктивность и у вас тоже. КОНЕЦ КОНЕЦ